Ребята вернулись 27 января и вот сейчас у них проходит первая тренировка. Собственно, сейчас вот сами ребята на льду, но мы отвлекать их не будем, поэтому поговорить в этот раз с самими спортсменами мы не сможем. У нас есть возможность поговорить с тренером. Тамара Николаевна, я вас приветствую. Наверное, такой самый классический, но вопрос, который интересует всех. Вы как тренер, как оцениваете выступления ребят? Мне очень понравилось, самое главное, что судьи их оценили достойно. Вот для нас на соревнованиях это главный критерий – оценки судей. Какой-то разбор полетов после был или вы, в принципе, довольны всем прокатом? Ну, прежде всего, полет был всего лишь один из Граца, Граца в Петербург, а потом были полеты в Москву на передачи, телевизионной передачи, поэтому пока до разбора времени еще не было. Вот сейчас потренируемся и между тренировками будем делать разборы. То есть, что все впереди? Не разборы, а, будем так говорить, планирование следующих успехов. Вот какие, кстати, следующие успехи нас ждут и какое ближайшее соревнование, к чему готовитесь? Успехи не знаем. Мы сейчас будем готовиться к чемпионату мира, который пройдет в середине, по-моему, марта в Канаде. Поэтому ожидаем высокую степень готовности канадских пар, американских и китайских. И действительно ждем победы наших спортсменов? Победа зависит от соотношения сил, того, как каждый будет из них готов, как они будут выступать, справятся ли с волнением. Поэтому это результат, это воздействие многих факторов. Сложатся они для Александра и Димы? Будет здорово. Не сложатся, будем ждать следующего раза. Последний вопрос. Успели ли ребята отдохнуть или перерыв был небольшой? Нет, не успели, потому что они показательные выступления, банкет, перелет, раздраженные, как всегда, после бывает у спортсменов, все-таки после недели такого напряженной работы физической и психологической. Поэтому я это понимаю и сказала, ребята, если вы сейчас будете раздраженные и такие сердитые, спокойно, это норма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!